Хотите сыграть со мной в одну простую, но очень интересную игру? Называется она «Найди 10 отличий» и играть мы будем со смартфонами, которые ну очень похожи между собой. Xiaomi Redmi 6 и 6A. Ну что, готовы? Тогда поехали! Xiaomi Redmi 6 и 6A – два очень похожих друг на друга смартфона, и их отличия действительно можно пересчитать на пальцах. Старшей, как обычно, стала модель без «А» в названии, то есть Redmi 6. А вот Redmi 6A получилась чуть более урезанной по своим возможностям и чуть более доступной по цене. При этом визуально они очень похожи друг на друга и даже представлены в одной цветовой гамме – черный, серебро и золото. Хотите, сразу расскажу секрет, как их различать? На спинке старшей модели есть сканер отпечатка пальцев, младшей его нет. Второе отличие чуть менее очевидное. В Redmi 6 установлен сдвоенный модуль, в Redmi 6A – обычная фотокамера, так что его вспышка вписана вот в эту небольшую рамочку. Камеры у смартфонов отличаются не только количеством модулей и мегапикселей, но еще и матрицами. Для старшего Redmi 6 использован модуль от Sony, который снимает намного лучше бюджетного собрата, особенно если вы используете камеры в помещении или вечером. Отличается и время съемки, в пользу старшей модели, конечно же. При этом фронтальная камера не отличается, так что тут вы не теряете ни в том, ни в другом случае. В общем, если вы хотите смартфон для фотографий, то на младшую модель смотреть явно не стоит. В лицо опознать Xiaomi Redmi 6 и 6A не просто сложно, а практически невозможно. Потому что в обеих моделях стоит одинаковая APS-матрица с диагональю чуть меньше 5,5 дюймов, разрешением HD+, и соотношением 18 к 9. Стекло обоих дополнено олеофобным покрытием. Оба оснащены системой автоматической настройки яркости, которая еще и работает абсолютно одинаково. В целом все очень неплохо для бюджетных смартфонов, но лично я бы добавила немного яркости. Максимальный уровень чуть ниже привычного для меня. С чем у смартфонов все плохо, так это с расположением динамиков на задней панели. Стоит положить смартфоны на стол, и звук становится очень тихим. Таким тихим, что вы можете пропустить очень важный звонок. Так что сразу ставьте громкость на максимум и подберите такой чехол, который сможет хоть как-то спасти ситуацию. Самое забавное, что нижняя панель, в общем-то, ничем важным не занята. И динамик вполне можно было бы вывести на нее. Тут расположены только стандартные микро-USB и отверстия микрофона. На верхней и правой панелях тоже ничего необычного. Дополнительное отверстие для микрофона, разъем для наушников, кнопки включения и настройки громкости. А вот левая не совсем обычная. Тут у каждого аппарата расположено сразу по два лотка. В одном нижнем гнездо для основной симки, во втором для дополнительной и для карты памяти. Необычно, но на использовании никак не сказывается. Чтобы окончательно запутать пользователей, Xiaomi установила в обоих смартфонах процессоры Mediatek Helio 22. Только в случае старшей модели это восьмиядерный P22, а в младшей A22 с четырьмя ядрами. Запас оперативной памяти тоже разный. Три или четыре для Redmi 6 и только один вариант с двумя гигабайтами у Redmi 6A. Уровень производительности отличается, соответственно, очень сильно. Старшая модель справляется с трудными задачками, а вот младшая они не по силам совсем. Работают оба смартфона на Android Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Обновления до более свежей версии, которую мы видели в S2, тут пока что нет. Но это и логично, ведь перед нами бюджетники, младшие представители серии. Так что интерфейс и набор программ более чем привычный, с минимумом лишних компонентов и простым меню. Со временем автономной работы все очень интересно. В обоих моделях установлен аккумулятор емкостью 3000 мАч. Но из-за более быстрого и требовательного железа в старшей модели, Redmi 6A готов продержаться полтора раза дольше. То есть один день для Redmi 6 и полтора дня в случае с Redmi 6A, вот и думайте, кто из них лучше. Но на чем думать не стоит, так это на тем, чтобы подписаться на наш канал и поставить лайк, и рассказать о нас своим друзьям, ну и конечно же оставить комментарий. И до новых встреч в новых видео, пока! Субтитры подогнал «Симон»!